привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать свои новинки которые я купила от бренда rouge bunny rouge у них были просто какие-то грандиозные скидки допустим вот эта палетка теней мне обошлась даже покажу в 8 евро 40 а однушки теней евро 67 вот эти вот однушки мне обошлись по евро 67 то есть это мне кажется очень очень хорошая распродажа на самом-то деле то есть целая палетка всего лишь за 8 евро это очень дешево для ружба не руж немножко расскажу о этом бренде и тут немножко информация разнится с одного сайта в другой то есть на всех сайтах говорится о том что он появился в 2006 году то есть ему 15 лет и то что креативный директор и основатель это александр д д мантфорд но на каких-то сайтах говорится что появился этот бренд в англии а на каких-то сайтах говорится что этот бренд появился в россии я склоняюсь к тому что он появился в россии так как когда брали интервью у александры она рассказывал о том что все началось желание украсить и усовершенствовать то лучшее что есть в человеке и показать эту красоту всему миру и как она говорила что традиционно россиянки тратят очень много времени на свою внешность так что для нее было естественно начать историю марку марки именно в россии а именно в москве поэтому я все таки склоняюсь к тому что этот бренд английский бренд появился в россии вот так вот я наверное скажу потому что как будто бы если вы посмотрите то название здесь вот все таки присутствует на русском языке а уж если бы этот бренд появился бы в англии то навряд ли бы были бы надписи на русском языке это раз а два в самой англии я не вижу чтобы продавался этот бренд то есть его нету поэтому по логике если бы этот бренд появился бы в англии то почему его не продают в самой англии и у этого бренда такой знаете они придумали легенду вот именно про руж бани руж это о том что прекрасная принцесса руж живет во дворце этот дворец весь утопает в зелени в цветах и каждую ночь ее величество видит один и тот же сон когда пытается догнать алого кролика и он приводит ее к воротам где существует реальность и фантазия но и уже минуя ворота принцесса руж попадает в зачарованный сад где может исполниться любое желание и кажется что нет на всем белом свете место прекраснее чем этот сад и когда наступает рассвет принцесса просыпается и так каждый раз и вот однажды руж проснувшись решает воссоздать сад из своего сна она созывает самых талантливых мастеров чтобы создать этот волшебный мир и когда еще по началу когда не только создали этот бренд когда вы открываете их официальную страничку там такие бабочки летают все такое знаете волшебный мир сейчас уже конечно сайт их выглядит немножко по-другому но тогда когда они создавали этот бренд было все вот так вот таком сказочном мире и они до сих пор пропагандируют что вот такой вот сказочный мир это вот немножко об этом бренде ну а теперь давайте о самих тенях о самой палетке у меня палетка в оттенке 104 и кстати когда я покупала у них было написано что в англию они не посылают а посылают какие-то британские virgin iceland какие-то не знаю что это такое но я написала им email и они мне прислали так что это еще раз наверное доказывает то что все таки бренд не был создан в англии ну давайте вернемся к палетке значит у меня палетка 104 там было несколько палеток и все они были по такой очень очень хорошей скидки и здесь вот у нас написано палитра для век здесь вот состав я так понимаю каждого оттенка и написано что сделано в италии и если вы обратите внимание адрес английский но я думаю что все таки они продают свои тени именно из российского офиса но не знаю тут как бы каждый уже наверно примет или кто может быть знает лучше они больше осведомлены ну давайте теперь откроем мне как-то понравилось больше всех именно эта палетка и посмотрите как она красиво выглядит здесь все то же самое что и на самой коробочке вся та же информация здесь вот оттенок 104 и посмотрите как интересно она открывается то есть с этой стороны и с этой стороны здесь у нас две таких блестяшки вот третий оттенок и шестой оттенок здесь вот у нас красивая такая надпись представить красивые какие цветочки здесь вот опять же вы видите третий оттенок и шестой описание продукта описание вернее тени его здесь вот таких вот два это на магнитике такие вот блестяшки и уже если вы открываете здесь вы можете закрыть эти блестяшки здесь вот само зеркальце и здесь у нас три матовых оттенка и один такого тоже блестящий четвертый оттенок и вот так вот если вы открываете полностью всю палетку палетку здесь вот 6 получается оттенков ну и посмотрите какие красивые оттенки так вот на солнышке посмотрите как все это переливается ну и давайте теперь сделаем сводчи очень мягкие тени посмотреть какие видите какие кремовые я вот люблю как раз таки когда такие красивые давайте нанесем выглядят конечно очень пигментированными а какой металлический красивый хорошая у них пигментация даже посмотрите вот у этого самого светлого оттенка это посмотрите как хорошо перенесло перенесся этот оттенок это вот сама блестяшка тоже посмотрите как красиво все это выглядит ну и давайте вот этих вот нижний ряд три оттенка этих тут у нас вот такой вот металлический темный матовый я не люблю матовый вернее не люблю черные тени в палетках потому что я пользуюсь карандашом не подводкой но тем не менее это имеет место быть особенно те кто пользуется это как подводкой то им конечно же это только плюс но и давайте сюда нанесу этот вот металлический потом смотрите какой черный матовый черный конечно посреди вообще какой и вот этот вот синий смотрите какой синий тоже хороший матовый черный это конечно что-то с чем-то посреди как он просто насыщенный вот этот вот синий тоже очень красиво посреди как красиво переливается на солнышке вообще пока что так вот первое впечатление если сказать то на мой взгляд очень хорошо пигментированная палетка посреди какие яркие насыщенные оттенки очень многое говорит о черном потому что в основном это все-таки серые оттенки не знаю как будет носиться на веках будут ли они скатываться или нет это все конечно же я вам расскажу в конце видео но пока что у меня знаете такое вот хорошее впечатление об этой вот об этой палетке да то есть и кремовый я люблю когда матовые кремовые оттенки опять же она такая вот маленькая удобно собою куда-то брать здесь есть и зеркальце если вам надо то есть тоже очень удобно пользоваться так что ну и дизайн самой палетки мне нравится и пока что пигментация тоже мне очень нравится и повторюсь это у меня оттенок 104 и у меня остались две однушки это оттенок 20 японская амадина и 15 ожерелье тимелии ну давайте начнем с 15 ожерелье амелии знаете когда я беру их берут этих два оттенка мне почему-то кажется что один из них вот это допустим тяжелее толще и больше почему-то но вот ну да действительно видите чуть-чуть все таки есть она чуть толще и буквально там на чуть-чуть коробочка больше и здесь у нас написано что это новинка ну а здесь как бы у нас ничего так что наверное ты или новая упаковка более тоненькая или что ну вот здесь значит мы 15 до начинаем с 15 оттенка здесь у нас написано что это устойчивые тени поэтому обязательно посмотрим на сама упаковка видите тоже вся такая волшебная и тут красивые цветы все и значит у нас ожерелье земелье 2 грамма в этом оттенке вот так вот все это у нас выглядит здесь вот 15 оттенок вот это вот сама пленочка тут пластиковая зеркальце тоже присутствует и вот так вот я прикрою зеркальце вот так вот оттенок сам выглядит такой вот сатиновый и видите как сама эта ружба они ружда выигрывали на очень так вот видите очень так тоже красиво переливается на солнышке какой вот сюда нанесем его рядышком очень красивый посреди даже не сатиновый это металлический оттенок еще посмотрите сколько осталось еще можно даже сделать один сводч какие они густые можно сказать да такие прям кремовые кремовые очень конечно красиво смотрится на солнышке и посреди какой красивый металлик они прям знаете такие жирненькие очень 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 хорошие надеюсь что они будут также носиться очень хорошо потому что ну по такой скидке за паунтом буквально там паун чем они у нас были паун 67 о евро 67 то есть как бы почти 2 евро мне кажется очень хорошая однушка с учетом того что здесь еще у нас два грамма этих теней то есть как бы ну немало и среди как какие они металлические прям на солнышке тоже очень красиво сверкает я покажу безусловно на улице как это все красиво выглядит на солнышке очень очень конечно красиво и второй оттенок это у нас 20 японская амадина здесь у нас 2 и 4 грамма то есть больше все-таки граммов чем в предыдущий так что все-таки они действительно тяжелее их больше то есть в новинке получается меньше теней и давайте откроем и даже вместе сравним так вот они обе выглядят здесь у нас японская амадина также у нас тут и зеркальца и вот этого защитная пленочка и смотрите какой красивый оттенок 20 как это красиво смотрится солнце ну вот кстати вот так вот максимально у нас открывается вот вот это вот максимально а в новинке получается вот максимально открывается так что все таки вот это лучше по открытию чем вот это но оттенок зато здесь просто трети какой очень красивый смотрите какой красивый оттенок давайте сюда его нанесу очень такого я люблю такие оттенки в последнее время очень красивые обязательно покажу вам как это все выглядит на солнышке конечно это просто очень красиво на солнышке выглядит какой красивый здесь опять же вот сколько но здесь наверное меньше осталось здесь уже не получится 2 сводч нанести но тем не менее очень красивый вот этот вот блеск вот этот вот оттенок такой очень нежный можно его даже хоть на каждый день носить так вот здесь еще раз покажу и покажу вам как все это красиво сверкает на улице еще раз тут покажу вам как это выглядит так вот это выглядит смотрите как все сверкает переливается на солнышке как хрусталики такие да вот этот вот последний оттенок как красиво смотрится вот они красавчики блеск конечно очень очень красивый думаю что такой блеск будет красиво смотреться именно если вы будете наносить их пальчиками а не кисточкой вот они вот они смотрите какой черный Вот так вот выглядит. Вот так вот. 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 Вот однушки мне безумно понравились. Мне они даже понравились, если честно, больше, чем вот эти вот оттенки в палетке. Вот мне кажется, две похожие между собой. Вот этот блестящий и матовые оттенки. Ну и вот как все это выглядит при вечернем освещении. Так вот все это сияет, сверкает. Ну что ж, об этой палетке я могу сказать, что мне в ней понравился очень матовый оттенок. Вот я бы прям его, если бы можно было вытянуть из палетки, ну безусловно, при желании можно, но конечно же я этим заниматься не буду. Я бы вот этот вот матовый второй оттенок просто с удовольствием бы выбрала бы, положила бы куда-нибудь в однушки и пользовалась бы с приогромнейшим удовольствием. Пигментированный, хорошо тушуется, очень красиво смотрится на глазах. Вот просто шикарный. Ну для меня лично бестолковый вот этот оттенок, потому что я не пользуюсь такого рода оттенки, как или как базу, или как просто, скажем так, выровнять века. Я этим не пользуюсь, потому что мне достаточно в принципе каких-то матовых, каких-то блестяшек или базу. Опять же я в этом случае использовала от Романова Makeup Sexy Eyeshadow Base свою любимую. Постоянно ею пользуюсь в последнее время. Вот у меня тут уже, видите, на исходе она удобна в использовании, потому что в виде такого карандаша и на ней прекрасно все держится. Эта палетка с базой, можно сказать так, не очень хорошо держалась. Опять же, что мне в этой палетке не понравилось, что вот этих два оттенка, третий и четвертый, они очень похожи на глазах. Казалось бы, вот этот вот немножко с такой розовинкой, этот немножко такой с золотинкой. Здесь может быть не очень при вот этом освещении это заметно, но тем не менее это так. Но на глазах это очень все похоже, это такие полупрозрачные оттенки. Если же их наслоить, то они, конечно же, будут более пигментированные, но они потом как-то превращаются, скажем так, в полупрозрачные. То есть они как-то не то что скатываются, потому что в принципе на глазах не видно вот это, что они там как-то скатались, они просто куда-то так исчезают и остаются вот эти вот блесточки, которых здесь много. Они, кстати, не осыпаются, но оттенок получается таким очень вот здесь вот, может быть, сейчас вот хорошо будет заметно, что этот более такой розовый, а этот более такой золотой. Они, конечно же, видны. И такое ощущение, что просто вы нанесли какую-то такую полупрозрачный какой-то оттенок с каким-то вкраплением таких блесточек. Вот этот же оттенок такой синий-черный с блестками, такой прям вечерний, можно сказать, оттенок такой. Драма-лук можно такой сделать. Это не мое, я, если честно, такое не очень люблю, и поэтому он такой, знаете, он пигментированный, конечно же, но сказать, что он, знаете, какой-то прям такой маслянистый, очень такой прям красивый. Нет, я не могу сказать. В принципе, обыкновенный оттенок. Поэтому как-то его выделить я не могу. Так что вот из этой всей палетки, очень, кстати, удобная палетка, она, видите, так вот закрывается, и все очень удобно. Но вот единственное здесь, конечно, вот этот матовый просто шикарный. Очень красиво смотрится, держится на глазах очень хорошо. И, ну, вот этот вот тоже потемнее чуть-чуть оттенок, да, он у нас тоже в складку, можно сказать, идет, можно его и на все веко наносить. В принципе, неплохой тоже оттенок. Вот этих два хороших оттенок, но вот этот просто и в пир в мир, да, то есть вот этот, если он такой все-таки потемнее пятый оттенок, то второй он идеальный. Но у Руж Бани Руж мне очень-очень-очень понравились вот эти однушки. Они шикарные. Вот они как раз-таки, как раз-таки держатся на глазах весь день, они не скатываются. Они очень-таки прям плотные, пигментированные. Вот если взять из палетки вот эти металлические оттенки, да, и вот от этих однушек, то однушки, конечно, и рядом не стояли, насколько они шикарные. Очень мне понравился вот этот оттенок пятнадцатый, ожерелье тимелии. Очень красиво смотрится на глазах. Такой, знаете, не то, что он необычный, но очень красивый. Вот на глазах это очень красиво смотрится. И опять же, держится. Никакой базы не надо. Все будет держаться шикарно. Двадцатый оттенок мне понравился чуть меньше. Вот это японская Амадина. Из-за того, что он вот, когда вы его наносите, он смотрится как будто бы, знаете, такой даже хайлайтер. Его даже, кстати, можно использовать как и хайлайтер. Но потом он немножко куда-то исчезает, немножко как будто бы тускнеет. С базой, конечно же, с ним ничего не происходит. С базой он держится так же ярко и хорошо. Но если выбирать из вот этих двух оттенков, вот казалось бы, вот этот в однушке так красиво смотрится, но на глазах мне больше понравился именно вот этот вот оттенок, потому что как-то он, не знаю, вот этот розовый оттенок, он, так, у меня тут уже кот влезает сюда. Вот этот розовый оттенок, он мне не понравился тем, что он на глазах уж очень выбеливает века. Это, знаете, такой вот как будто бы вы нанесли хайлайтер. Вот у меня такое было ощущение. Вот хотелось бы, вот видите, как здесь все-таки больше такое к розовому какому-то оттенку, то на глазах получается что-то такое ближе к хайлайтерному. То вот здесь, конечно, все просто вот не подкопаться. Поэтому если вы ищете себе какие-то стойкие пигментированные тени, то советую вам приглядеться к руж-бане руж, но вот именно к вот таким вот однушкам, к шайбочкам. Не берите палетки, я не знаю, правда, как другие палетки, но вот эта палетка, у нее вот металлические какие-то, ну, и здесь присташки вот эти вот, они какие-то здесь неудачные. Если брать матовые, вот, возможно, я не знаю, я не смотрела, если честно, если матовые в однушках, вот если они есть, и они такого же качества, как в палетках, то просто тоже шикарные. То есть вот мне из руж-бани руж понравились именно матовые, и вот эти вот в таких вот шайбочках. Поэтому здесь, знаете, можно сказать, что такое 50 на 50 впечатление. Просто могу ставить просто 10 из 10 вот этим однушкам, 10 из 10 матовым в палетке, и, ну, троечку, вот так вот, к сожалению, низко получилось у меня оценить вот эти вот оттенки. Ну, вот эти так вообще, вот прям твердая тройка, потому что, ну, как-то совсем они исчезают на глазах, какие-то они совсем полупрозрачные становятся, и вот такие какие-то, никакие, вот так можно сказать. Поэтому здесь, конечно же, в палетке, ну, это совсем бестолковые оттенки, вот, ну, это, ну, ладно, можно, можно, конечно же, его, с учетом того, если вам нравятся такие макияжи, то здесь, ладно, тогда пойдет. Но в основном только матовые здесь шикарные, конечно. Ну, вот на этом все. Спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok